Приветствую вас, друзья, на канале Лего Мастер. Не так давно у меня был обзор вот на этот мотоциклик. Я его собрал из набора от компании Bricks of War. У меня получился вот этот замечательный советский мотоцикл времен Второй Мировой Войны. Вот этот пулеметик на коляске. Прошло некоторое время, и я хочу дать еще дополнительную оценку вот этому изделию. Все осталось так же, как я и говорил, все отлично с этим мотоциклом. Но я нашел одно слабое место, это вот это вот крепление. Оно у меня постоянно разваливается. И казалось бы, вот вроде бы все хорошо, мотоцикл никуда, ничего на две части не разваливается. Но как-то вот лежит он на столе, чуть задел, пук, все, отлетел. Так что я рекомендую Bricks of War немножко вот это вот место изменить, сделать крепление более полноценным. Крепление настолько неоднозначное, что вот я его сейчас крепил, и все хорошо. Но в какой-то момент коляску как будто отстреливают от мотоцикла, и все, это две разных части. Но сегодня речь пойдет не об этом мотоцикле. Пойдет речь о мотоцикле другом. Вот в этом наборчике он находится. Это наборчик также от компании Bricks of War. Такой интернет-магазинчик есть, кто не знает. И с помощью этого набора нам предлагается собрать немецкий мотоцикл с колясочкой. Времен Второй мировой войны. И оригинальная модель Дмитрия Мельникова. В коробке должна быть инструкция и, естественно, детальки оригинальные Lego. Ну а также детали, ну как минимум пулемет от компании Brick Arms. Все, поехали. Сейчас вскрываем коробочку и собираем. Опять коробка большая, а деталей не очень. Ну, понятно, изделие все-таки у нас небольшое. Инструкция в наличии, как и обещано. По ней сейчас буду собирать. Давайте посмотрим, сколько здесь деталей. Ну что ж, сразу вижу основу от Lego мотоцикла. Ну а вот эти все детальки призваны собрать в основном коляску. Хотя я видел на картинке, вот здесь тоже что-то будет. В общем, соберу, покажу вам. В отдельном пакетике изделий от Brick Arms это пулемет и две клипсы. Итак, я собираю, встретимся через секунду. Поехали. Итак, друзья, вот что у меня в результате получилось. Достаточно симпатичный мотоциклик. Все построил по инструкции. Все детальки были на месте. Все у меня вышло как надо. У меня сразу же возникают те же самые пожелания, которые были и насчет предыдущего мотоцикла. В принципе, потому что конструкции похожи. Хотя, да, конечно, внешне они различаются. Но кое-что изменить, мне кажется, здесь было бы здорово. Ну, во-первых, давайте обсудим, что вот это такое. Что вот тут вот сбоку торчит. И вот здесь вот тоже висит на коляске. Ну, я предполагаю, что это некая такая сумка. Мотоциклетная сумка, как сейчас у байкеров, да, клепанная такие красивая. Вот. И мне кажется, что было бы логично вот эти сумки сделать коричневого цвета. И в таком случае мотоцикл выглядел бы немножко симпатичнее. И сейчас я это продемонстрирую. Я заменю вот эти детали на коричневые. Ну и посмотрим. Вот у меня три темно-коричневых тайлика. Ими и воспользуемся. Ну, вот такой детальки нет коричневой. Возможно, ее в природе не существует. Поэтому я ее и не меняю. У меня ее просто нет. Но это как раз и не критично. Так. Еще не разобрался я с первым пожеланием. И сразу же вы видите второе мое пожелание. Конструкция крепления коляски к мотоциклу здесь точно такая же. И она в определенный момент отстреливается просто. Ну, немножко так помпс подпружинивает. Колясочка вот эта. И все. И отсоединяется, как неродная. Вот. То есть нужно немножко изменить конструкцию. Так. Ну, продолжаем с чемоданами. А вернее, это, наверное, какие-нибудь седельные сумки. Ну, вот, смотрите. Уже цветов у мотоцикла побольше. И он стал выглядеть немножко поинтереснее. Но это лично мое мнение. Вы как считаете, пишите в комментариях. Может быть, я и не прав. А это вполне возможно. Так. Второе пожелание. Я уже сказал по креплению коляски и мотоцикла между собой. И еще одно пожелание. Вот цвет светло-серый все-таки, наверное, здесь не так хорошо смотрится, как если бы здесь был темно-серый цвет. Ну, потому что темно-серый цвет, это уже такая достаточно классика для военной техники из лего. Хотя раньше та же Брикмания делала модели, да, из светло-серого цвета. Но потом они от этого отказались и стали делать уже из темно-серого цвета. И, ну, модельки смотрятся лучше. И опять-таки к черному мотоциклу темно-серая колясочка подошла бы больше. Ну, вот такое вот пожелание от меня. И опять-таки, опять-таки напрашивается вот сюда запасное колесо. Ну, это дополнительная деталь. Мне кажется, смотрелось бы оно здесь очень даже неплохо. Сама моделька небольшая. Ну, а почему бы не добавить сюда еще колесо, да, добавить детализацию. Мне кажется, это всегда хорошо. Так, теперь давайте посадим какого-нибудь чувачка вот сюда и в колясочку. Так, и пока не забыл, хлипкость конструкции вот здесь вот. Вот этого крыла. Ну, с этим уже, наверное, ничего поделать нельзя. Потому что такой масштаб и укрепить как бы вот это вот соединение, наверное, невозможно. Так что я не считаю это каким-то недостатком. Если все под правильным углом здесь выставить, то все держится, в принципе, нормально. Так, ну, вернемся к фигуркам. Взял я вот эти от United Bricks. Я их показывал на канале. Продаются, кстати, они тоже у Bricks of War. Вот, и сегодня они нам помогут. Ну, вот этот парень будет у нас мотоциклистом, который управляет всем этим делом. Ну, все отлично. Так, и самое сложное, посадить вот этого чувачка в коляску. Надеюсь, это не так сложно, как я говорю. Так, придется вынуть пулемет. В коляске фигурка крепится с помощью вот этого одного пина. Думаю, видно. Ну, для фигурки это вполне достаточно, скажу вам по опыту. Вот, все. Немец у нас сидит, готов стрелять или просто ехать. Так, что у нас с пулеметом? Тут, 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 вот. И он практически может вот так вот ехать и стрелять. Ну, стрелять он будет вниз. Ну, и сами понимаете, какое большое расстояние крепления пулемета от самого пулемета. В общем, так вот. То есть, не совсем это корректно. И, естественно, если просто представить, что, ну, мотоцикл просто едет. Здесь пассажир на коляске тоже просто сидит. То да, нормально. А вот стрелять он вряд ли сможет. Это неудобно. Или стрелять, как я уже говорил, он будет только вниз перед собой. А это бессмысленно. Как мне кажется, вот здесь какая проблема. Должна фигурка сидеть несколько ниже. Я думаю, что вот на одну пластинку можно было бы ее опустить вниз. Вот. Но боюсь, что для этого нужно перелопатить всю конструкцию самой коляски. Вот. Так что пока оставим как есть. И, кстати, если в советском мотоцикле у меня получилось лучше как-то вот взаимодействие мини-фигурки и пулемета, то здесь, конечно, проблем несколько больше. Как мне видится, без фигурки пулемет здесь размещается вполне нормально. Как вы видите. А вот с фигуркой уже ему неудобно. Ну, места не очень много. И, как я уже сказал, напрашивается в такое положение, чтобы мини-фигурка села чуть ниже. И тогда, скорее всего, и с пулеметом как-то сможет взаимодействовать более корректно. Вот. Я бы подумал над конструкцией, если хочется посадить сюда, конечно, мини-фигурку. Если мини-фигурку не использовать в коляске, или наоборот, не использовать пулемет в коляске, то все, в принципе, выглядит вполне прилично. Но когда пассажир один, мне кажется, эта колясочка проигрывает. Потому что все-таки, когда две мини-фигурки сидят в мотоцикле, это выглядит гораздо интереснее. Если глобальный вывод какой-то, то эта моделька имеет право быть. Какие-то очертания, коляски, форма коляски узнаваема. Что это коляска как таковая. С мотоциклом тут, как говорится, особых вопросов нет. Потому что это просто лего. Сумку, вот эти подсумки я бы заменил на что-то другое. Но можно на самом деле не обязательно на коричневый, можно на темно-серый все это поменять. Это тоже нормально. Вот. Тогда и вот эта деталь будет заменяться нормально. Темно-серые они существуют. Разобраться бы с положением мини-фигурки в коляске, но надо ее утопить. Мне кажется, надо что-то с этим сделать. Вот. Высоковато она сидит. Вот. Но так вполне смотрится. В мультике едут все нормально. Только вот пострелять у меня не получится. Но только если только перед собой. А какой в этом смысл? Едет немец, перед собой стреляет. Ну, развлечение только ради. Или мух там сбивает. Давайте посмотрим. Такая возможность существует. И сравним вот с этим мотоциклом, который был у меня в прошлом обзоре. Давайте сравним коляски. Здесь мини-фигурка сидела гораздо удобнее, как мне кажется. Не знаю, с чем это связано. Хотя вот по сути здесь то же самое. Скорее всего, это обусловлено самой конструкцией. Вот этого пулемета. Потому что здесь ручка не дает чуть вперед продвинуть пулемет. В версии же мотоцикла советского такая проблема несколько меньше. Здесь хоть приклад и тоже мешает. За счет него пулемет опускается вниз. Но это не так критично. Что ж, вот такие два мотоцикла можно приобрести в виде наборов в интернет-магазине Bricks of War. Если сравнивать два вот этих мотоцикла, мне очень нравится цвет вот у этого мотоцикла. И он в принципе более полноценный, наверное, если сравнивать. Вот с тем проблем немножко у него поменьше. Поменьше проблем и пожеланий, соответственно, поменьше. Здесь у меня там чуть побольше пожеланий. Но все равно мотоциклик смотрится хорошо. Вот эти сидельные сумочки здесь неплохо смотрятся. Так что, я думаю, тоже имеет право быть. Ну, смотрите сами, решайте сами. Мое дело показать вам, чтобы вы приняли какое-то решение, что вам нравится больше. Давайте еще разочек я вам крутану, покажу его, чтобы вы более-менее представляли, что можно собрать. Вот из такого наборчика, вот из такой коробочки. Собственно, что на коробке нам обещали, то мы получили. Вот, смотрите, как это выглядит. Жаль, конечно, что не совсем корректно здесь располагается вторая мини-фигурка. Но, тем не менее, имеет право быть. Почему бы нет? Я каждой модельке даю шанс. А на этом я заканчиваю свой обзор. С вами был Константин, канал LEGO Master. Не забывайте про подписку, про комментарии, про лайки. И проверьте, включен ли у вас колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Все, всем удачи, всем пока, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok